Губернатор Александр Гусев вовремя понял, какой социальный взрыв могут нести некоторые предложения ответственных лиц мэрии Воронежа и представителей перевозчиков, готовящих реформу общественного транспорта, так как в первую очередь они ударят по карману тысяч жителей пригородных районов миллионного мегаполиса. Усмань очень большой населенный пункт. Есть такая улица квартальная, где до сих пор не пустят регулярные рейсы. Там такой большой молодежный микрорайон, огромный, где там родители живут. Больше километра идти до трассы на остановку – это вообще безумие. А вы еще говорите о сокращении? Тут усилить надо, добавить, сделать эту регулярность до более позднего часа, хотя бы до 11. Ну и что, что мы считаемся селом? Вообще-то были разговоры о том, чтобы присвоить статус города. То есть такое население, как в Усмане, и еще сокращать, я считаю, это просто безумие, это совершенно неразумное решение. Совершенно. Я постоянно пользуюсь, да. Хорошо, что у него здесь от центра отходят каждые 2-3 минуты, но не все живут в центре, и не всем надо, может быть, в каком-то том направлении, в котором едет данная маршрутка. Поэтому сокращать и только до монтажного – это вообще безумие. Я считаю, это просто хотят уже еще больше вывернуть карманы у жителей, потому что транспорт не дешевый. И получается, люди, очень многие молодые семьи, кто работают в городе, естественно, они едут на транспорте, делают какие-то пересадки. И доехав до монтажного, человек, получается, вынужден делать какую-то пересадку, чтобы доехать до рабочего места. Это дополнительные траты, это неудобство. Не круглый год у нас летом, мы не в Африке, мы также живем в средней полосе России. Холод, снег, мороз. Остановки какие-то, конечно, у нас, как всегда, древние, поэтому людям даже на остановке стоять и ждать другую маршрутку – это неудобство. Это трата времени, в первую очередь. Пригородная Новоусманская агломерация, недаром в последние годы районный центр Новоусмани стал самым крупным селом России, очень тесно завязана на рабочие места в областном центре. А молодежь каждый день пользуется маршрутками, чтобы попасть на учебу или спортивные занятия. Все привыкли жители Новоусмани доезжать до своего конечного пункта назначения. Это 9-й километр больница, ходит 313-й маршрут, юго-западный. То есть с одной пересадкой. Когда плохая погода, это очень неудобно. То есть я считаю, что это неправильно. Для города это может быть лучше, но для нас, как для Новоусманского района, это хуже. Уже сейчас поездки в Воронеж и обратно из близлежащих районов кратно превышают затраты жителей столицы Черноземья, заметно ударяя по семейному бюджету. Я езжу на работу каждый день и с работы каждый день. В город также ездит. У меня ребенок на занятия, на спортивные. Поэтому отмена маршрутки – это очень негативно скажется и на людей. Это в первую очередь людям проблемы создаются. Она же не отмена будет, она будет с пересадкой на монтажном проезде. Опять же, будет ли на монтажном проезде возможность сесть? Представляете, какой поток людей устремится в город? И что на той конечной остановке будет? Мы сядем там, на маршрутку городскую, которая нас дальше повезет? Сколько мы ее ждать будем? А войдем ли мы туда? Да. Удобнее сесть здесь и без пересадок доехать туда, куда нужно. Только и в село. Скажите, сколько вы сейчас платите в маршрутках в Новоусумане, чтобы доехать до города, до конечной вашей точки? До города? Ну, я езжу до вокзала на работу, у меня уходит 39 рублей. Губернатор Александр Гусев принял решение не допустить двойной оплаты для прибывающих в Воронеж на межмуниципальном транспорте из районов области. Пассажиров не поставят перед необходимостью обязательной пересадки на границах областного центра и дальнейшей оплаты уже на городском транспорте. То есть не будет реализована идея пресловутых хабов. Предлагается лишь уменьшение количества остановок для прибывающего пригородного транспорта с составлением их прежних маршрутов, что позволит несколько снизить нагрузку на уличную сеть.